Поготовка к летней оздоровительной кампании 2013 вышла на финишную прямую. 17 апреля в Туапсе прошло большое совещание по готовности предприятий курортной сферы района к сезону. Его совместили с расширенным советом безопасности. Глава Туапсинского района Владимир Лыбанев поставил специалистам отрасли конкретные задачи для повышения привлекательности курорта. Об этом наш следующий сюжет. В 2012 году район принял порядка 1 миллиона 700 тысяч туристов. Однако потенциал курорта позволяет принимать на отдых гораздо большее количество отдыхающих. Пора всерьез браться за разработку новых направлений туриндустрии, считает глава муниципалитета. Тем более, что Туапсинский район уже хорошо себя зарекомендовал. Мы позиционировали себя в 2011 и 2012 году как район, который начинает завоевывать какие-то лидирующие позиции по ряду направлений. Так вот Туапсинский сравнивается за некоторые призовые места в престижных комплексах. Хорошо показали себя на ярмарках, то есть народ стал подъезжать. И на выходные дни этого года многие из вас уже обратили и на Новый год, и на март, и на февраль. То есть стали люди приезжать. Уже в этом году почти 150 тысяч человек посетили здравницы района, и потоки туристов будут только расти. Поэтому перед руководителями предприятий, курортной сферы и администрацией района стоят серьезные задачи. Обеспечить санитарно-эпидемиологическую, пожарную и антитеррористическую безопасность, поддерживать идеальный порядок на пляжных территориях. На сегодняшний день кнопки тревожной сигнализации установлены во всех детских здравницах, что не скажешь о других предприятиях комплекса. До сих пор не везде установлены видеокамеры. А ведь это безопасность людей, и на этом нельзя экономить. Руководителям, которые по разным причинам до сих пор не установили на своих предприятиях кнопки тревожной сигнализации, либо видеонаблюдения, необходимо до начала курортного сезона организовать эту работу, а также по выводу сигналов системы охранно-пожарной сигнализации объектов на пульт ситуационного центра. Безусловно, качественный и безопасный отдых предусматривает организованную работу торговли и общепита. Необходимо своевременно пресекать несанкционированную торговлю в неустановленных местах, в том числе и на пляже. Особенно это процветает в разгар сезона. В прошлом году этим отличился пляж Жугба, поселок Лермонтово. На них порядок навести не удалось. Не допускать торговлю с рук, лотков, автомашин на территории здравниц, а также пляжных и прилегающих территорий. А в детских – исключить реализацию продуктов, запрещенных для продажи детям. Бок о бок с успехами районной туриндустрии шагают ее проблемы. В частности, очень медленно создаются условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом необходимо помнить, что после Олимпийских игр состоится пара Олимпиады. К началу оздоровительного сезона 2013 года не решена проблема по соблюдению санитарного законодательства на территориях зон санитарной охраны строгого режима водозаборных скважин. Отсутствие ограждений зоны санитарной охраны первого пояса водозаборных скважин открывает беспрепятственный доступ посторонних лиц и автотранспорта к источникам хозяйственного питьевого водоснабжения, что создает условия для умышленного или неумышленного загрязнения воды в источниках курортных поселков Джубга, Тюменский, Небук, Огойши, Пси. Нынешним летом 28 здравниц планируют принимать организованные группы детей. Но главной задачей по-прежнему остается развитие пляжей. В районе их 89, 11 из них определены как муниципальные. Пляжи района – визитная карточка, именно поэтому не следует жалеть средств на их обустройство. Пляжные территории должны быть безупречно чистыми и благоустроенными. В 2012 году большинство пляжей были оборудованы лежаками, шезлонгами, теневыми навесами, установлены раздевалки, душевые кабины и туалеты. Была проведена реконструкция городского пляжа центрального и пляжного комплекса парк-отеля «Жемчужина». На муниципальных пляжах Небуга и Лермонтова были установлены камеры хранения для личных вещей отдыхающих. Однако в межсезонье уборка пляжа производилась нерегулярно, за исключением пляжей, расположенных в селе Ольгинка и курируемых импульсом и гаммой. В настоящее время работа систематизирована, но под особым контролем остается пляж в селе Лермонтово и, конечно, два городских пляжа. В целом район практически готов к встрече гостей. Осталось лишь исправить несколько недочетов и согласовать работу руководителей предприятий и госучреждений. Алексей Васильев, Денис Гилев, Алексей Кузьмин, телеканал Орденок ТВ. Продолжение следует...